Образец У-19-11, дайка, предположительно деонского возраста, образец Южного Урала. Используется миллиметровое сито, размер куска понятен, а вес куска 500 грамм. Количество выстрелов тоже выставляется автоматически, да? Можем выставить количество импульсов, чтобы они прошли и выключилось через некоторое количество импульсов. Прибор позволяет. Это называется обязательная проверка, то есть она совершенно ничего не дает, но проверка, есть ли напряжение в старшем контуре. Идет, идет, на, доставай. Ну не, ну и хорошо, сейчас долбаем. О, ну что вы, уже это... Так нет, это верхушка. Еще верхушка, еще там есть. Давай долбаем дальше, долбаем. Это жидкость. Добавляй. Вот видите водичку, вот всего водички-то надо. Это шпорокласс, да? Нет, мы не расскажем, что такое. Понятно. Ну хорошо, ладно. Просто... У нас все это дело пришло наверх к электроду и остановилось. Соответственно, запускается непосредственно процесс. Давай один герц сначала, а потом будем, поиграем разными напряжениями. Здесь никаких, значит, этих... Здесь никаких наушников не нужно. Здесь звукоизоляция. Угу. Три герц. Максимально. Вот, ты смотри, видите, он опускается вниз. И мы сейчас увидим, что происходит. Там 250 миллилитров всего помещается. Но, в принципе, это сравнимо с вот этими стирателями всякими вибрационными чашечными, да, по объему. За одну загрузку. Как вы его назвали-то это? Спарк-10. Вот. Вот здесь вот подойдите, здесь вот все написано. Давай помыли. Мыльный раствор. Почему? И заметьте, что эта водичка, ну, это едва чуть-чуть теплая. То есть, все-таки, вся энергия не в тепло уходит, а в дробление. Да. Вот, посмотрите, что происходит с вашим материалом. Это вот тонкая фракция суспензия. Это группа. Вот, собственно. То есть, в храга класс был вот такие куски. Посмотрите. Вот такие кусочки. Это после... Присываток. ...двухсот разрядов. Ну, да, трясла. Ну, если смотреть их под бинокуляром, то они чаще имеют изиметричный облик. Потому что вода, она со всех сторон давит при дроблении. Еще крупненький, может добить. Давай добьем, Олеж. Давай, да, да. Сейчас как раз воду смею. Очень интересно. Так. Ну, если уж этот раздробил, то... Такие куски тоже должны быть. Ну, на среднем вот такого... Больше не надо. Ну, вот такого размера кусочки максимум. Мы просто хотим ее все-таки довести до... Урубаем. Такой тройной заход. Но здесь сертифицировать проблем нет. О, еще меньше. В Америке, чтобы 110 вольт. Не проблем, что 110 вольт, пожалуйста, 127 вольт, там, как вы хотите. Так, зависит от производства уже источников. Это у нас здесь, как вы... Немножко слабее разряд. Ну, вот, крупненько еще есть. Но это, получается, после 200 разрядов. Да. Это после уже, получается, 400. И, естественно, чем дольше, тем... Ее остановится. Более мелкое все. Там вплоть до... Само минимальное... 40 или... Да вон, вон там, хрометиты. 40 микрометров получается. Сейчас мы сейчас рассеяли хрометиты. Можете посмотреть, что будет. Так, это самое. А воду как бы надо оставлять или это? Ну, мы обычно все оставляем, потому что мы потом еще намокроссев. Мы это все используем, нам образует. Да. Можно... Так мы сейчас так и сделаем. Мы сейчас все это солим в ведро и сделаем рассев. Давай сделаем рассев и достанем циркончики. Я думаю, что здесь что-то есть уже. Да. Причем, а где импульс? Это все уже импульс с гидравликой вместе? Импульс там. Импульс по объему примерно столько же. Все, давай тогда сделаем отдельный импульс, отдельный гидравлику, получим циркончики и посмотрим их разницу в форме. Да. Можем сделать? Давай. Причем одну и ту же колонку сид можно использовать без проблем, потому что один и тот же материал. Чистая колонка есть, да? Есть прикидки, какого размера там ориентироваться? Да, самую тонкую сделаем еще. Да, самую тонкую. Меньше 100 микро... Сульфиды могут быть тоже, это я так... Окей, все. А вот этот кусок тоже долго будет молотиться? Сразу у нас появился, давай. А, ну давай. Да он тоже плоский, я ляжу. Нормально, сейчас. Вот. Ну, надо дальше что-нибудь когда драбливать? Отсеял плюс один, и все, что плюс один, просто долбал, 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 все переводил. А, я понял тебя. Ну да, логично так. Так же, как мы, собственно, с хромизмиком делаем. Ну да, он у нас. Возьми кварц, например. Сейчас увидишь, что с ним будет. Вот, сливной кварц. То есть, в принципе, я говорю, все это, сам процесс, он зависит не от прочности, а от сочетания различных диэлектриков. И это проблема, потому что ты не знаешь, на самом деле, какие они, потому что же природа, блядь, понимаешь? То есть, что-то будет быстро, прям вот за секунду. Ну вот было 100 разрядов вот этого вот песчаника, супер-пупер сцементированного, непонятной природы, с цирконами, которые никто оттуда не доставал до нас. Это очень важный факт. Вот, и сейчас будет кварц сливной. Ты должен понимать, что это синтетический кварц, то есть, он еще более, так сказать, прочный, чем этот самый пьезокварц, чем природный. Не помыли камеру, он, видишь, она грязная. Естественно, это все разбирается, вот, разлучится, все как положено. Ну, он вообще в порошок. Я думаю, что не в порошок, скорее в гель даже. Попробую этот сам, пальцами. Его нету даже, его не чувствуется. Возьми рукой. Чувствуете? Ну, чуть-чуть. Песочек, как он, плежит. Ты понимаешь, да? То есть, в принципе, любая абсолютно природная история, она зависит от сочетания диэлектриков. Продолжение следует... Продолжение следует...